Привет-привет! Скажи бабуля привет! Куда бабуля ее отведет? В садик сидит. Сегодня я плакала с утра. Да плакала с утра, моя красавица. Мария, ты идешь? Она, Мария, обижается, что я без нее начала видеть. А вот идет моя принцесса. Скажи всем привет. Мария, вот видите, какая она? Вот ее везти в Турцию? Напишите мне в комментариях. Везти ее в Турцию или нет? Обиделась то, что я ее не дождалась. Мы ждали тебя внизу. Повернись! Бабуля босоножки сейчас тебе купит. Иди сюда! Посмотрите, какая она злая, красивая девочка и злая. Ну все, пошли мы, друзья мои. Ну все, идем, идем, мы пятночком босон, 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 секрет. А песенку кто будет петь? Песенку кто будет петь? Улыбнись! О, видите? Показывает свой характер. Показывает свой характер уже. Ну, конечно, у каждого ребенка есть свой характер, он не будет подстраиваться от мнения взрослых. Вот эта маленькая хотела взять пакет, ой, сумку, а обуля Катя не разрешила. И она начала злиться. Мы одели ей шорты, а она переодела платье. Уважаем мнение каждого. Ну все, вот, друзья мои, побежали мы быстро в садик. А поздороваться надо. Скажи, бабуля, посмотри в камеру. Друзья мои, в этой школе раньше училась Светлана Атта. Была пятая русская средняя школа. И вот помню, вот там первый, самый-самый крайний. Вот тут мой был класс. Потом здесь была дивизия русской армии, которые ушли в 2007 году, покинули территорию Грузии. Я осталась без работы, а так я работала в русском военном госпитале. Это улица Тельмана. Вернемся мы по Горького. Вот так, видите, дома, дома растут. Красивые есть дома тоже. Думаю, что вам понравится, мой Батун. Дай мне руку, возьми меня. Вот так возьми. Мария сегодня не в настроении. Светлана Атта начала без нее репортаж. Вот она обиделась. Ну вот видите, теперь без нее нельзя начинать. У меня есть директор, продюсер. А какие косички бабуля сделала. Ирбочка еще не проснулась. А Деми мы сегодня ведем на прививку, поэтому он не идет с нами. И вот Мария мне покажет садик. В принципе, я знаю так. Поэтому я, и потом их нужно тоже забрать. У меня прибавилось дело. То мой сын забирал там, то дочка забирала. А сейчас это моих обязанностей. Кушать дома мы, в принципе, уже не готовим. Почему? Потому что детей же дома нету по субботу и воскресенье. Мы вот вчера пришли, быстренько пельмени наварили. И все. В Турции буду готовить. В Турции. На моей большой, огромной кухне. В моей большой квартире. А здесь вот так вот фрукты. А здесь запах ладона. Здесь очень вкусно. Пекут тортики. Как пахнет тортиками, да? Вы чувствуете запах? Да. Сюда выходили с бабулей? Тортики покупали? Да. Только все открывается. Это уже на протяжении нескольких лет. Трендовый такой магазин. Сейчас здесь третий маленький город. Вот мы идем по улице Тельмана. Мне кажется, что вот эти пятиэтажные дома, наверное, в будущем все снесут. И даже мой, мне кажется, дом снесут пятиэтажный. И построят вот такой большой, огромный. Я почему-то в этом уверена. Потому что невозможно. Правда же? Они портят весь вид. Зеленый каркас. Зеленый каркас. И старых домов у нас не будет. Ну все, друзья мои. Я отключаюсь. И мы бежим. А здесь какой-то магазин. Не кора. О, здесь продают вкусные, очень мясные. Сосиски. Куриные все. Полуфабрикаты, деликатесы, мясо. Сюда нам тоже надо будет прийти. Вот слышали, к сожалению, нотариус мой. Надо искать другого. Надо искать другого. Потому что она уезжает. В отпуск, да, Мария? Ничего, найдем выход. Ну вот, отвели мы в садик. Сдали ребенка. Значит, проверяют температуру. Конечно, выглядит он и аптей. Вот на втором этаже садик находится. Садик это государственный, друзья мои. Бесплатный. Мы сейчас идем в магазин. Смотри, чтобы видели тебя. Мы сейчас идем в магазин покупать мне потенки. Мы сейчас идем в магазин покупать. Смотри, посмотри, ножки посмотри. А тут посмотрите, какие красивые магазины. Я всегда, мне нравились они. Ну и я, было такое время, когда просто мимо них проходила и не могла себе позволить это. Видите, какие нарядики хорошие. Потому что здесь у меня было не из дешевых. Было и такие времена у Светланы. Идем, идем. Вот так мне не скучно с ней. И вообще, знаете, что еще не могу прийти в себя, что я нахожусь здесь. Ну, мне так скучно без моего Ашкима. Уже чувствуется. Я хочу Ашкима видеть. Ашким она хочет видеть. И Ашким тоже так хочет. Вы знаете, пишите. Я прочитала не все комментарии только в начале моих видео. И я сейчас дорогу перейду. Скорее, скорее, скорее. Ой, ой, ой. Все, все, все. Пошли назад. Не успели. Вот видите, какие блогеры. Да, и мы, значит, зачем там жарко. И все говорят, там многие очень пишут, беспокоятся, что он своих детей не смотрел, что почему должен там, наверное, так, как вы думаете, это подразумевали, что он должен, почему моих смотреться. Вы знаете, что это не первый отпуск моих детей. Ой, Ильма, привет. Слушай, как привет. Я думаю, что эта женщина на меня смотрит. Вот видите, это моя кума. Мы с ней, знаете, сколько лет знаем друг друга? Вместе в медучилище учились. Она крестная моей дочери. Блогеры из Турции приехали. Мою братушу сделают примерку. Прививку скоро сделают прививку, потому что меня взяли с собой, мой брат, сестру завтра делают, сестру мою завтра делают у Кольчика прививку. И сестру. И потом мой брат будет ходить садик. А потом я сделаю. И мне сейчас моя поможет. Но это не поможет. Это моя бабушка. Кольчика. Его зовут Ирма Бебо. Ирма Бебо. И еще другое Ирма Бебо. Вот. То есть не Мерси, а другое тут есть. И Моё видео второй день. Я у меня будет это супа на привычке. Ну, бабуля, давайте с ним я не знаю. И напишите комментарий. Вы что снимаете? Вы детство снимаете? Или лайки снимаете? Напишите комментарий про возле на моем канале и сейчас на дороге. Вот там вот мои братини мои братини с сестрой там у меня где подвал там есть мои братини в садик как говорили вот мои бабушки вот мы знаем подвалы посмотрите какой страшный тут посмотрите только посмотрите а посмотрите на это как вам скажите как вам и вот эти чехол телефоны айфон телефон где-то вот там чехол покупаете айфон и там наушники покупаются там телефоны покупаются еще покупаются наушники все покупается посмотрю что покупаете все я говорила телефон чехол посмотрите сколько там мок мешает вот это начали ролик вот мой бабуш и идем сейчас не знаю как вот очень вот очень дорогое посмотрите собственно дорогое и сейчас идем попав пацан сожжение потому что у меня нету дома все маленькое сомнение вот Санька сговаривает два женщин а я тут идет красивая такая вот бабуля знает что я снимаю ну мы сейчас идем прямо и сразу я не знаю куда мы идем ну сами не знаю куда идем ну всем пока пока я один песик пою Клент 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 как я говорила вот мой праздник с сестрой в садик вот дети сидят когда дети видят или когда автобус увидят и пойдут они такси или автобус или они на море пойдут или борцканы я не знаю вы знаете вот вот я вам сейчас покажу вот это люди люди вот такие вот люди карки дурки люди просто какие машины продолжаем с вами обзор с моей кумой столько разговаривали и не наговорились решили встретиться где-нибудь на воздухе только не дома естественно и поболтать обо всем столько у всех проблем в жизни столько у всех ну чего-то такого есть не только у меня мне сейчас нужно купить билайн карту если будет открыто билайн чтобы иметь здесь связь с миром а то я пропадаю билайн такой посмотрим сейчас во сколько в 10 часов а сейчас нету 10 часов еще придется и приходить попозже мои дорогие а ну-ка сейчас пойду посмотрю тут мои ноны кумы у меня столько кумов и у меня 5 крестников друзья мои и мы сейчас направляемся в пионерский парк и я хочу посмотреть у нончика и дату есть магазин сейчас купим водичку у нончика и дату есть здесь магазин и вот кажется мы нашли вот он с парки а тут в пионерский парк с вами вместе сейчас прогуляемся сейчас минутку а ты знаешь что не надо давать деньги там есть такой качель вот это нонен магазин а что здесь продают а такой а лёша это как красиво так а ну-ка здесь пока закрыто пойдем закрыто хороший магазинчик у нончика пойдем поздороваемся с ее мамой я так хочу всех увидеть с усилием поздороваться просто мы представим иди водичку сейчас купим здесь дверь 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 и как вы видите мы все ходим купили булочки я хотела купить там курочку но у нас не получается ничего пока еще не готовы курс у нас значит смотрите евро 3700 курс какой 100 евро можно поменять значит 100 евро выйдет 370 лет босоножки не можем найти посмотрим здесь зайдем подожди бабуля оденет маску ну хороший курс по-моему там где-то этажи я видела поменьше вот эти босоножки купишь вот эти ну они большие они небольшие Мария ты че Марии понравились эти босоножки сейчас посмотрим всем привет так идет бабуля так идет накупились всего тут с Марусей моей пошли домой так что я купила сардели купила пельмени купила хотя в Турции я никак не отношусь к полуфабрикантам не покупаю их просто а здесь я решила что некогда что еще взяла кофе вот такой низкофе как в Турции горчицу сосиски еще что еще что купили мы ну сосиски сардельки кофе и 32 40 32 на 3 100 лир потратили но в Турции таких нет да я купила охотничьи сосиски и бежим домой с Марусей моей с Марусей я ее зову Маруся вон обидится ты обижаешься на меня когда я говорю Маруся а зато Мария купила босоножки которые она уже одела на носки как деревенская девочка все хотела деми купить а его размера не было ставьте лайки подпишись на мой канал нажми на колокольчик и на все уведомления надпишись на мой канал